Ваши лекции, которые у нас были, хватит, что вам к себе интересно. Мое предложение начинать уже заниматься бреками вашей проекта, влезать в консорсии и так далее. Но и в любом случае пройти JavaRush как минимум в 8-9 уровня. И дальше мы уже отмечуете в разные стороны. А сегодня я достаточно хороша видна. У меня достаточно крупная здесь. В общем, и еще немножко обычный код. Вот. Exceptions, исключения. Это такой отдельный класс для этого. Это написано на Java, специально для того, чтобы нам комфортно и удобно было работать с ситуациями, которые невалидны звучат в процессе работы командных. В процессе работы ваша программа. Вы ее написали. Всякие разные ситуации возможны. И часть этой ситуации очень предусматривается. Если мы работаем с математикой, мы должны понимать, что в принципе, каждый помнит школьную программу, что никакой радости у учителя математики никогда не возникает, когда вы пытаетесь смотреть на ноль, например. И Java, собственно, очень похожа на математику в этом вопросе. Потому что, когда она видит тренинг ноль, она выкидывает в программе ошибку. И дальше уже мы в своем праве как поступать в эту ситуацию. Да? Здесь вступает, собственно, в свои права в LAS EXCEPTIONS, в котором есть множество всяческих типов исключений, которые, собственно, подцепятся, подхватятся и обработаются. Как это происходит? Вообще, ну, собственно, часто Java сравнивается с несколькими другими делами программирования. И часто, особенно в пункциях Java, говорят, насколько она хороша и насколько она молодец в той или иной ситуации. Вот тут, собственно, говорят, сказать, что Java, в принципе, довольно приятная работа сделала для исключений. Вообще, когда мы видим этот вход, мы, наверное, не очень равняемся и не пищем от восторга, потому что у нас была одна строчка, system out print была, а поделение на B. Да? А если вдруг мы захотели обработать ситуацию, когда B будет формально U и A выделить на B не очень хорошая ситуация, да? В таком контексте мы, вдруг, неожиданно, да, обновляем довольно приличное количество входа. И если это C, где надо было все делать ручками и сами будут смотреть такой вариант, то Java, вот такую вот… Честно, я не знаю, почему у меня это накрывало в этой конструкции, потому что она утяжеляет код, да? И, в общем-то, здесь давайте увеличим и чтобы всем более или менее было видно. Вот этот самый блок, который мы будем в последующем использовать, и он всегда такой. То есть он типичный, будет исключаться только, будет меняться только по параметрам, тип исключения, которое вы хотите поймать. Как это выглядит? Try page. То есть, вдруг, неожиданно, из прямого кода, где у нас было войти и выполнить какие-то действия, да? Какие-то действия, в частности, это system of a. Выделить на L, а выделить на L, да? Что о нем ходе мы говорим? Мы говорим, попробуем сделать такие действия, и если что-то пойдет не так, ломим исключения. Это самая лучшая ситуация. Самая лучшая ситуация из всех возможных. И да, приятная излишка, ну и бонус почти любой среди разработки, в частности, выбранной нами идеей, в том, что как только вы пишите вот такую вот хитрую, как только вы пишите класс или действие, метод, который, в принципе, небезопасный по мнению Java, ну вот там может быть деление на 0, например, да? Java вас об этом предупредит и подсветит вам к красным вашим выражениям. По хорошему, по Alt Enter, вы можете понять, чего она вообще от вас хочет. И она предложит либо автоматически сделать вам CryPage, либо вот этот тип эксепшена присвоить, как мы пишем, паблик, статик, имя класса, скобочки открываются и дальше все действия методов класса, да? Что сделает Java? Вот два метода обработки эксепшена. Мы можем обернуть конкретное действие. И второе, мы можем вообще в целом в классе подключить такую вот штуку, которая называется drawException. Может быть, уже где-то сталкивались. Я думаю, JavaRush в какой-то момент поведет вас к этому, потому что нам тоже не пойдет речь об эксепшенах. Возьму более, по-моему. К чему я это? Потому что вот оно два пути. Мы можем вообще в принципе классную нулюху прописать. Если тречь только эксепшен падает, да? Это очень общий вариант. И без него вас Java просто не пропустит. То есть для любого метода, сомнительного метода, который Java не кажется, где она видит возможную ошибку, да? Вас оставят сделать как минимум так. Как максимум. И дальше мы поговорим еще о хорошем стиле написания кода. Лучше обрабатывать таким образом. Почему? Потому что в этом кэче вы можете что-то сделать? Вы можете написать какую-то ошибку. То есть думчивую конструкцию под кэчем. Например, система OpenGL. И невозможное деление на ногу, например. Если мы ожидаем на ногу. Или еще чего-то. Вот. Простите, я очень немного могла. Соответственно, для чего мы это делаем? Мы это делаем для самих же себя и для нашей команды. Потому что в такой ситуации мы точно будем знать, где упало. Вообще очень здорово писать более или менее уникальные сообщения. Потому что следующая наша проблема, это когда мы привыкли писать try-catch, мы привыкли к тому, что мы обрабатываем ситуацию, но везде пишем какое-нибудь такое предложение из серии. Скажи, что это непонятно. А это очень частная ситуация. Мы с одной стороны позаботились об остальных и обработали, а с другой 50 произошло что-то непонятное сообщение. Ну, это подстало, подстало. Конечно, постарались, но, в общем, никого не порадовали. Или сами не порадовали. Потому что, пожалуйста, что происходит. Вы видите stack trace, то есть вам выпало длиннющее сообщение об ошибке, в каком классе упало, что упало, в какой момент и так далее. И подпись сверху, ту, которую вы очень хотели, произошло что-то непонятное. Вы переведете фразу, ищите поиском по проекту и находитесь в 70 совпадений. Все, попадется. Вам это ничем не помогло, в радости от этого никакой особо не случилось. Опять же, мы найдем это в ходе, но не упростим себе задача, чем сам. Собственно, на этом можно было бы и остановиться. То есть, вот так будет исключение, вот так он не утяжеляет ход. То есть, у вас дополнительно, в обычной жизни, вот он. Вот это действительно ход, да? Это то, что мы видим. Все остальное, это обработка exception, try и glitch. И, что интересно, частей, в котором мы можем видеть, я же, как можно продемонстрирую реальный ход в реальном проекте. Можно посмотреть, как это выглядит. Следующее явление. Когда мы пишем много glitch. Да? Мы производим какие-то действия. Матевтические вычисления. И матевтические вычисления плохо делить на 0. В Java также плохо брать все элементы массива, у которого нет массива. Да? То есть, если у вас в массиве 15 элементов, но они добавляются и удаляются в динамике. Да? То, если вы возьмете, например, какой-нибудь 16-й или 5-й, а 5-й только что удалился, то там выходит ошибка отсутствия элементов массива. Она очень типичная, но она, опять же, ничего нам не говорит. Поэтому мы пишем столько блоков cache, сколько нам надо, используя тип exception наиболее упустим. Ну, то есть, например, деление на 0. Сейчас, одну секунду. Сейчас найдут действия. В конце была таблица того, в какие вообще exception едет. Ну и, соответственно, мы можем с вами, как всегда, как мы это любим, заползти. Да, 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 да. Такой тип. Сейчас не важно, потому что он упрасывается в случае отсутствия информации. Вот. Но все классы exception мы можем также найти на официальном сайте. Оргу. Как мы в прошлом нанятии и годополучно смотрели, что умеет мама, что умеет церк. То же самое можно посмотреть, какие exception уже описаны в жанре. Да? И свое собственное предложение и уточнение добавляется, и это уже исключительно для нашего удобства и для внимания. Вот. Ну и кто уже отлаживался в среде разработки, видели ли вы ошибки, когда у вас невалитный написан в собственном программе, и вот, в общем-то, выпадает что-нибудь из серии вот такой вот штук. Кто уже видел? Видели? Как мы… Это тоже отдельная история. Как мы, собственно, дебажим это, как мы отлаживаем себя и разбираемся, где что происходит. Вы заметили, что по-хорошему в этом стейке есть линки. То есть, если мы кликаем на вот эти вот значения, мы прямо попадаем в нужный класс, на нужную строчку. И, соответственно, те, кто не очень приятные, если кто-то когда-то в жизни смотрел логи, да, то это очень сильно похоже на именно логи, когда много-много информации и вот, в общем, какая-то читабельность. Никакого матьферма, ничего веселого нет. Но если вдуматься, остановиться, успокоиться, не знаю, выпить чашечку кофе и выдохнуть и на чай, да, то мы видим, что вообще-то все вот эти вот вещи, они более-менее читабельные, да. Они, конечно, склеенные, и используется формат, форматирование текстов под названием «CAMO CASE». «CAMO CASE» – это когда мы слепливаем наши слова, просто делая большими буквами первую руку, да, как мы вот здесь видим, «File Not Compact Exception». Соответственно, если расплатить немножко, ну, как-то, в дополнительном взгляде посмотреть на данный корпус, мы видим, что по-хорошему здесь довольно понятно сказано, что пытался найти файл, и он не был найден. Это очень частая ошибка и объяснение тому масса, да. Может быть такое, что вы прописали файл, и он имеет локальные пути. Ну, вот, все помнят, что у нас есть бабочки, там, юзер, имена Тузикова и так далее, полный-полный список, да. Если вдруг вы прописали полный путь с вашей мобилией, с вашей информацией, то, соответственно, все. Ни у кого больше работать не будет, потому что этот парень не наделается. Просто, в принципе, у него нет никакого присутствия у другого человека. По крайней мере, по тому адресу, который вы указали. Т-адреса никакого нет. Вот. Соответственно, мы, что мы делаем, откуда мы идем. Жаль, что есть правило, что мы смотрим снизу вверх. То есть, мы идем в двадцать первую строчку нашего класса, да. И смотрим, что вообще весь вверх начался вот здесь, да. И дальше он попался здесь, и вот здесь, и там на сто пятьнадцатой строчке отвалился окончательно, например, да. То есть, мы смотрим снизу вверх. Такой вот у нас, вроде бы необычная особенность, но все это в ссылках, все это видно. И еще очень хорошо понятно, что, как правило, программы напишем, ну, они выполняются сверху вниз. И, в общем-то, диссекшен начался на двадцать первой строчке, и от нее следует писать, и смотреть, что она происходит. Вот. Еще все мы имеем деблажа программы. Все мы понимаем, что это такое. Это отдельная история. Сейчас посмотрим, насколько у нас... Вот. У нас пригрузилась реверация обводки. Вот. Микро-клубышечная. И сейчас мы можем продеважить одну простую программу. Так? Для чего это вообще нужно? И почему я сейчас от эксепшенов, нашей главаре, перенесусь к какому-либо не связанной теме, как дебаг? Потому что как только ваша программа начинает падать в каком-то месте, вам нужно понять причину падения. Мы научимся их обрабатывать. Мы научимся выкидывать правильное сообщение. Например, мы сразу следуем, надо пойти и посмотреть, и пофиксить, в чем проблема. Проблема в том, как вы написали программу, или проблема стороннего, например, отсутствия файла, невалидные данные, которые уже написал пользователь и так далее. Да? И для этого нам надо обязательно понимать... Сейчас, одну секунду. Наверное, будет довольно удобно говорить про код старт, потому что это один из поинтов. Писать код таким образом, чтобы он весь помечался на экран, даже на перенажке нового духа вашего коллеги, например. Вот. Это такой важный момент. Кажется шутками? Вот у нас есть программа. У меня есть наш любимый метод моим. Так? Вот оно. Вот то, о чем я говорила. Что это такое? Что мы видим? Эксепшн. Эксепшн. Что будет, если мы его удалили? Ошибка внутри моим. Не вам не реально. Давайте сделаем. И посмотрим. Для чего нужен был эксепшн, и почему бы мы его использовали? Ага. Это все, вроде бы, исключения. Что еще раз? Это, вроде бы, все исключения. Иначе там какие-то, вроде, сверху посетятся по отдельности, скажем. Да. На самом деле, каждый раз, когда мы пишем про эксепшн, мы, тем самым, действительно ломим все исключения и делаем так, что у нас, ну вот, любой тип исключения, который вывалится, он будет обработан. Но обработан не тем способом, каким бы нам хотелось. Да. То есть, он дополнительной информации нам не даст. В частности, очень интересно. Сейчас. Вообще, по-хорошему, чтение из файла могло бы подрепить нам эксепшн, а здесь мы не читаем из бухера. И, в общем-то, мы видим, программа не ругается. Мы говорили эксепшн. И все по-прежнему осталось хорошо. Да? Сейчас. Привога не нашла. Это значит, на самом деле, если у вас нет проблем с этой программой, по максимуму стараемся не перегружать наш код лишней информации. Мы часто все вдруг неожиданно выяснили, что эксепшн был лишним. Ну, это такая общая привычка, типа, давайте продвинем эксепшн вверх, и тогда все равно не надо беспокоиться о том, чтобы написать dry patch внутри. Стараемся так и делать. По умолчанию, скорее всего, класс генерируется именно таким образом, потому что Jamrush плагин классы генерирует автоматически и довольно просто, то есть не сильно задумываясь на чем-то такие детали. Вот мы выяснили, что на самом деле можно и без эксепшн здесь жить. Вот. И действительно, здесь никаких файлов уничея, ничего, и, в общем-то, обрабатывать ничего особо не надо. Вот. Сейчас я, в общем, ничего умного не сделала. Здесь мы можем показать по правому клику, мы можем показать строчки. Это когда ваш код говорит, что в 21-й строке у вас проблемы. Да, как по ним, какая здесь в 21-й. Все очень просто, но любая среда разработки вам провернуть строчки, это вообще внутренняя базисная функция. И вот она, каждое творчество, что бы она значила. Есть идеи? Простите внимание. Хорошо. Это тот самый дебаггинг. То есть... Точка остановки. Точка остановки. Именно так. Она называется точка остановки, точка остановок, или либо Red Point по-английски. Это значит, что наша программа остановится в этом месте и покажет нам, что здесь происходит. В общем, предлагаю, собственно, дать и поступить. Опять же, их проводим на камыши. И смотрим. Соответственно, понятно. Как только мы разберемся со всем этим, поймем где и как. Напоминаем горячие клавиши. Смотрим, какая комбинация нам нужна, чтобы найти дебагг. Да? И нажимаем на дебагг вместо того, чтобы нажать рано. В чем стратегическая разница? Когда мы выбираем просто программу, у вас она пройдет от начала и до конца. Не важно, от конца будет exception и падение программы, или еще чего-то. Но, в общем, она пройдет от начала и до конца. Угу. Смотри, это интересно. Наша программа общалась с классом, с одним из классов. Кстати, у всех это, да? Я как-то прогоняю. На самом деле, как это выглядит? Любая программа – это набор классов каким-то образом, архитектурно нами построен. Эти классы могут быть просто классами. Они могут быть интерфейсами, абстрактурными классами разного уровня и хитрости архитектуры. Как мы, собственно, уже и строили, выбирая сначала интерфейс животные, и его наследует всех разных животных. И по какой-то причине наш метод, а вот он, собственно, да? Он использует класс 5. Сейчас. Если будет еще мелко, говорите, я поправлю. Я буду смотреть сюда. Смотрите, мы запустили наш класс, и по-хорошему он не должен быть никакой эксперимент с классом хэм, и, соответственно, падать на этом пункте. Там пусть проекты и садюшин справа, я думаю, наверное, я не знаю, как это будет. Сейчас будет секундочку. Еще раз. Машу вопрос. По идее, если вы уже находите на приговоре определенного класса и спускаем его, у нас есть значение «мы», у нас здесь есть значение «два». У меня будет так. Раньше я уже не умею. Да, мудрико является пустой другой класс. Что само по себе крайне интересно. Не туда идет. Не туда идет, не туда идет. Да, не туда идет, не туда идет. Это не интересно, потому что мы разобрались на пути. Хотя бы просто потому, что когда мы... Сейчас, одну секунду. А если мы запустимся отсюда, то он также пытается запустить другой таск. Но у него есть определенная зависимость на матери. Сейчас. Сейчас. Когда будет все на другую руку? Понимаю, я понимаю. Нет. Он пишет, что надо запустить четвертый таск. У него есть внутренняя завязка между уровнями. Надо посмотреть, в чем идея. Так не должно быть, потому что у нас отдельный моим глаз. Ну, то есть, мы можем сейчас пока не позволить запуск конкретно, вот, чисто этой части кода. И она не по-моему, не заодно быть связана. Вот. Что мы видим? Мы видим ноль-поинтер-эксепшн. Самый длинненький, популярный и неприятный эксепшн. Из всех, какие я знаю, по крайней мере, это лично, наверное. Сейчас его можно увеличить. И посмотрим на него. Вот он, очаровательный ноль-поинтер-эксепшн. Вопрос, откуда он появился? На самом деле, если вы видите, входит другую штуку, частенько можно рассчитывать на то, что, в принципе, как раз ноль-поинтер-эксепшн мы их не встретим. Что это такое? Это означает, что у нас есть какой-то путь. Да? О! Мы как раз можем сейчас подебажить и посмотреть, в какой строчке у нас возникла проблема. Все. Сейчас мы начнем разбираться, что происходит и почему это происходит так. Как вас тут хранит? Хотим? Интересно? Откуда? Многие раз тут. В общем-то, смотрим по программе. Давайте просто. Каждый раз, когда нам надо оплатить и понять, что происходит, можно, конечно, честно дебажиться 500 раз. Это вообще очень увлекательное занятие. И потом прям звездочек предполагает. Все равно дебажишься и ходишь, и смотришь. Но вообще первое, что мы делаем, мы приходим, садимся. И смотрим, что делает то место кода, которое мы сейчас будем проверять. Потому что дебаг страшная затягивающая штука, которая просто отнимает, если не есть много времени, а в итоге может не получить строчный запятой в конце не стоит. И мы гласные сразу с самого начала могли говорить, мы не поняли просто потому, что не были готовы. Смотрим, что у нас происходит. У нас есть классный solution, называющийся solution. Он выполняет и исполняет. Мы видим кунзумы. А это значит, что мы можем просто пускать вот прямо так и видеть результат консоли или блок, если нам этого хочется. Что он делает? Он принимает. Байфер и Рибер. Кто помнит, откуда это на вирус? Что это же такое? Для сними. Что? Для какого чтения? Откуда? Откуда? Откуда. Именно. Это значит, что у нас вот это вот значение vis, да? Это видов, которые будут ожидать ввода в консоль. Мы сразу познакомились с истым out print plan. Out это вывод на консоль. In это ввод. Все очень просто. Инициативно. Вот таким вот способом. Всех это смущает. Что-то длинно, что-то долго. Но всегда идентично. Поэтому мне не кажется, это больше времени. Просто используем такого устройства для входа именно на станцию. Дальше что происходит? Есть идеи? Кто расскажет, что происходит? Что инициализируется рейлист. Добавляется рейлист. Список данных. Создали список пока пустой. Потом прошлись и добавили ручками прямо в другую элементы. А потом что делали? А потом мы применяем какую-то функцию fix к этому списку. Да? Очень было бы неплохо понять, кто-то fix. Это функция, которую применяют цикл. Он пройдет и проверит, что если... Давайте так. Давайте... Я поняла, я поняла, я поняла, в чем проблема. Мы пытаемся... Мы пытаемся... Просто переменная список... Она же на самом деле частая. Датушки, есть ли у нас... Нет такого мастера? Олег... Вы когда-нибудь здесь еще не рисуете? Не рисуете? Не рисуете. Такая... А в праздниче не слышится? Я бы не могу не рисовать. В праздниче мы будем с вами писать. Вот, видите... Вообще, это все занимательно и весело. Просто потому, что... Все сразу, все в кучу оказалось в простом классе. Кто может посмотреть и сказать, в чем здесь, собственно, не соответствует? Что происходит не так? Первая строчка, которая содержит core. Меня полностью устраивает. Мы проходим цикл. В цикле. Мы берем двум списка и... Вот она, в частности, равна трех. И входим внутрь списка. Начинаем цикл работать. Что не так со второй строчкой? Начинающейся с их. Там нужно смотреть значение рейдового элемента, а не... Именно. То есть, мы здесь пытаемся взять список. Список — это место в памяти. Да? Рейдлист — это кусок места в памяти. Это объект, да? Содержащий себе объекты строчки. И мы пытаемся... Вот это вот... В общем, происходит невалидное, на самом деле, сравнение. Поэтому, собственно, и негодует наш очаровательный мобилятор. К чему мы вообще сейчас все это сделали? Видите? Посмотрев глазками, периодически мы можем сделать больше, чем даже погулявшись с дебагом. То есть, все, что можно пофиксить самому, без сложных и хитро выдуманных движений. Лучше фиксить самому. Смотрим. Чему мы добавим. Что здесь происходит? Мы в нашем воспитании берем ИД или нет и проверяем задержку. И если задержит, удаляем. А там яд не нужно прописывать? Что еще раз? Лист, лиму, не нужно делать в последнее. А здесь у нас есть конкретные элементы. Да? То есть, лиму, как работает эта функция? Она берет список и найдет элемент в одном другом. Блин, просто почему? Потому что мы использовали этот список, который гостит под массивом. Так? Что предполагается делать? Это не самая, какая-то такая распространенная практика. Но давайте вот что сделали. Давайте выводить System of Red Plans. Тем самым мы глазками на консорах сможем посмотреть, что происходит. Куда мы заберем наш выбор на борцов? Есть идеи? Мы лучше других. Мы лучше давать информацию о том, что вы хотите. Мы, может, если фиксер. Ребята, еще хороший тон по какой-то мере. И про грудку сзади тоже. Да, вообще-то на коробке ИП можно было сразу после него поставить, ну то есть ничего не валидного в этом случае не было. Но таким образом мы видим, что происходит в таком-то случае. да? И в таком контексте, например, вот это будет сейчас неожиданная сумма ухода. Да? Как я? Это как в школе. Скажите, пожалуйста, ваше мнение на тему такого действующего персонажа. Я думаю, тут и тут неправильно. Садитесь. Вот. Это сейчас. Ребята, куда внедримся к этому? Он прибылает. Все, короче, быстро зависит. А я умеряю, что это неожиданный вес. Неловко, да? Но мы можем, на самом деле, забегнуть везде, где вы хотите. И тогда, ну как бы. И что мы делаем? Вот так здорово можно взять код и сразу же в него выбраться. Как вам такая идея? Я вообще всегда в восторге. Сам написал, сам расстроился. Вот. Что? Что в данном случае мне не нравится. И это отдельная история. Я не об этом еще поговорю. Вот. В данном случае мне не нравится, что мы заставляем наш код просто вычислять одно и то же значение. Видим лист get. Что происходит? Здесь полноценно, нормально работает функция. Мы берем список, проходим полный список, доводим по номеру элемент и выдаем его. Да? Что мы делаем, когда мы просто хотим на консольку вывести для нас внутреннюю информацию? Мы делаем то же самое. То есть мы заставляем этого машину пойти, нам взять список, нам пройти по номеру, найти нужный элемент и вывести на него красиво. Вообще, функция рефактора, да? Позволяет нам экстрактить методы. То есть я пытаюсь показать, чтобы я это как-то запомнила, да? Что это? Позволяет экстрактить элементы, константы, поля и паразиты. На что это похоже? Я сказочек берем и говорю, что это элементы. Вот. Это ж другая переменная. И это... Вот как я ее период обзору. Вот. А на самом деле можно называть ее как-нибудь иначе. То есть что происходит здесь? Мы сначала вычислили эту переменную, и потом проверили царевственную ногу, и вывели ее на концове с ними. Это такой, знаете, предельческий случай. Это не всегда надо делать, потому что, да, например, в данном случае, мы зайдем либо туда, либо туда. Да? То есть впечатление произойдет либо так. Ну, в общем. Ну, это хороший стиль и практики выносить повторяемые операции в обмен. То есть если у вас повторяется 5 действий подряд или 10 действий, мы выносим это в отдельный метод и используем отдельно. Это решили. В общем, так получилось, что мы нашим замес. Good girl style. И вывод лица, что мы ее общий дебаг. Вот. Если станет непонятно или, ну, слишком как-то хитро выдуманно говорить, и мы, не знаю, наверняка, и больше динамика. Вот. Какое мое предложение, что мы хотим взять дальше? Я предпочла одеваться. Я предпочла пройти. И поставить точки. Нужно ли, что вообще происходит? Так? А можно еще и выводить. Что еще раз? Можно и выводить. А сколько значение применится? Угу. Угу. Окей. Как мы пойдем это делать? Вот в этом моменте мы можем переносить строчку, и это очередной половинка группы роста. Длина строки не должна превышать ширину монитора. Почему? Потому что так удобнее читать. Здесь произошел перенос, но этот момент мы увидим и можем прочитать. Окей. И пишем. Так? Об этом речь? Угу. Так как все происходит внутри цикла, то, соответственно, и у нас здесь на воде много существует, и все у нас получится. Пробуем. Прогнемся. Сейчас еще раз. Я вот так думаю хитро буду запускать. По правой кнопке, для того чтобы просто прибудить людей, чего искать. Ну, в общем-то, я за меня не знаю. Вот оно. Что мы видим? Мы остановились вместе по драме и видим инциальность кунь-фу. Вот. Там реально в этом месте нам подсказка о джаве, дебайлинге, а еще мы можем сделать вот такой смешной боксик. Он называется evaluate expressions. То есть, сюда мы можем выделить, например, вот так вот значение лист и нажать evaluate expressions. И он вам скажет всю детальную информацию о том, какое значение имеет список, сколько в нем элементов. Почему это удобно? Потому что вот здесь всякие pointer exception, то есть, если бы здесь были чистые нули, а у вас уже созданы кондициализированные списки, значит дело не чисто. Вот оно очень удобно. И тоже такой дебага постоянный и удобный. Что произойдет? Вот она панель дебайлинга. Простите, что многовато. Предлагаю всем поиграться впоследствии. Здесь несколько вариантов развития событий. Мы можем пойти в длух входа. Мы можем пойти до следующего бренд-поинта. И мы можем вообще полностью закончить программу. Да? В данном случае у нас также дебайлинг-поинт нам не нужно. Мы знаем, куда мы пойдем дальше. Это не внутренние джавовые классы. Это наши классы. Поэтому мы спокойно можем идти дальше и смотреть, что происходит. Да? Ну и вот мы попали в длух вход. Смотрим. Он действительно понимает, что у нас список. Что у нас длина его равно трем. Что произошло? Хоть есть идеи? Да. Я бы взяла и проверила список. Будь здоров. Что произошло в длух? Грульев показывает состояние элементов на данный конкретный момент. Причем мы все равно угольник выбрали. Это может быть строчка, это может быть как мы видим список, это может быть объект кошки. То есть вне зависимости. Это может быть коррекция, это может быть простый элемент, там не в какой-нибудь. Да? Грульев показывает вам конкретное отношение на конкретный момент. Удобный артебаги и в общем-то смотрим, что произошло. Элемент удалений. Теперь наш список содержится в базе. Первый и второй. И это Клира и Лоза. То есть у нас звуком удалился. Элемент под названием Роза. Он содержал ВР и в общем-то все произошло довольно правильно. Да можно вообще просто стулья подвинуть ближе, потому что мы не ноутбуки. Ничего нам особо не нужно. Мы можем подвинуться, сесть в кружочек, если мы сможем все посмотреть. Потому что, да. У нас была специальная специальность, которая сейчас консоль выведет очень давалую строчку. И, конечно, шифру форматирование. Когда мы пишем код, забываются вот такого рода пробелы. Да? То есть этот код мы как раз и склеиваем на морально, как с нашим текстом. И получилась вот такая вот мерпедия. Ну, а надо бы подсеривать, наверное, взглядел. Может быть, опять все увиделось некрасиво. Вот. Но это наш внутренний факт. И мы ее спокойно себе пофиксим. Все будет снова здорово. Вот. Это означает, что элемент глаза не удалился. С ним все хорошо. Он остался в списке. И сейчас мы это увидим. Еще разочек. Ага. Смотрите, что произошло. У нас остался элемент мира. Интересно, как это слышно. То есть получается, что мы не удалили один... Ну, то есть, посмотрим еще раз. Мы хотели удалить все слова, которые содержат буквы. Да? Смотрим, что происходит. Вот сейчас нам присутствует новую предпланку, что выведет нам информацию, что осталось. Возможно, что массив содержит два элемента. Эй! Вот так закончилась наша программа. Это валидная остановка. То есть, много-много букв, много текста. Но, на самом деле, все валидно. То есть, мы локально все гоняли. Вот такой вот виртуальной машинкой. И вот такой вот вход мы видели. И все в порядке. Наш прогон закончился. Но есть небольшая проблема. Смотрим, что было. И было похожее. Да. Очень похоже на то, что программа была не валидной. Может, вместо РП? Что? Может, вместо РП? Ну, это значит, что человек, который писал под программу, очень хитер. Очень хитер человек, который кричал русскую и английскую раскладку. Да. При вложении в силе. Есть ощущение, что мы просто не проверяли третье ремень. Ира. Ира у нас какой ремень? В порядку. Какой? Такой. Тут же нужен федератор. Потому что, когда мы удаляем носку, Ира приходит на первый ремень. Именно. Поэтому то, о чем я говорила на прошлом занятии, если мы хотим валидно работать со списками, не просто валидно работать, а валидно их удалять, мы колонируем список и удаляем из другого списка. Ира. 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 Нам надо с вами сеять. И что делать? Комендарь нам не нужен. Смотрим. Вот здесь. Угу. 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 Какая-то отучитель, да? Не знаю. Или как друг разло. Называйте, как вам больше нравится. Инициализируем его старик. Видите, Джара догадалась, какой вы здесь отходите. То есть, там заранее ей писали, что она тут уже есть. Ну, почему нет? Она так закладывается, она отрывается. Вот мы создали об этом месте. Появили под него память. И теперь... Можем его создавать таким образом, но можем сразу планировать как листа. Который мы делаем в качестве параметра. Делаем клон. Сразу получили негодование. Да, потому что клон будет... Ну, по-моему, индинировано в другом. Сейчас, 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 сейчас. И ты? Да, да, да. Мы делаем его половину. Мы эти следы дадим, потом есть, а потом... После того, как следы нужно... Она также будет говорить, что он очень просто объектный вход. Да, так и есть. Да. Игра не пила впервые. И продолжаем не любить. Какие идеи? Набивайте много массив. Те же слова, которые должны были. Осказываться просто... И вылигодасписы. И вылигодасписы. И вылигодасписы. И вылигодаспиноль с двух. Вообще выли. Вообще здорово, да, мне нравится эта идея, потому что тогда мы даже не будем связываться с функцией любви. Вообще здорово, просто здорово. Сейчас. Update the list. И что у нас там было? Почему он с планом не получил? Что? Почему с планом не получил? Ой, это отдельная история, потому что он хочет, мы уникализируем его по-другому. Ну, это в принципе не блага идея, но в общем тогда надо создавать его немножко по-другому, потому что он ищет объект. Ну, то есть есть несколько разных вариантов реализации и клон, в моем случае, не лучше. То есть клон очень общая функция. Она действительно не понимает какую капитализацию, которую мы хотим. То есть надо тогда Update the list создать общую команду, общую команду. Просто потому что джайвер хочется максимально проверять все ваши действия. Да, и клон, он должен уменьшить планировать все, что бы ни было. Да, мы заранее сразу создали уже ArrayStone. В общем, давайте замочить цель для реализации. И если что, прибавим все стоит. Идея помнят стоит, да. Мы добавляем вот этот элемент в список. Вот он у нас в двух слайд. И мы добавим вот здесь все эти элементы. Ага, и... Так здорово. Смотрите. По-хорошему нам не очень нужна... Ну, то есть... Если мы возвращаемся теперь... Вот этот список, да. Сейчас вообще все переигрывалось. А вы меня были, объясните. Сейчас посмотрим на самом деле. Вот. Если элемент задержит, такое... Ничего не происходит. Да? Если не задержит... Эй, давайте тогда... Запекем сюда. Ну а все будет какой-то экшен. Эм... 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 Ну что? Есть невероиндеоутияне наполнения? У нас в ГЭй опять используется. Хотя есть переменный... Какая дата? Спасибо, отличный комментарий, потому что мы это уже посчитали и, собственно, считать дополнительность вообще она не нужна. Я покупаю даже коронавирую за счет. Вот, нажимаем на смешного экрана «Жука», потому что он, допустим, ровно дождь уже посталась раньше. И остановится там, где надо. Точки остановок можно снимать. Прямо вранами, а нормально снимаем. Можно даже спарить дополнительно, как нам хочется. И давайте так и сделаем. Доставим сюда, сюда. А то вам оформится, по-моему, не очень интересно. Погнали. Если здесь смотреть консольки. Блин, я опять просила. Просите, я опять не конфиксила свою бабушку на белом. Неловко вышло. Кто там смеется? Смотрит. Эй! Смотрит. Эй! Смотрит. Да. На самом деле, три элемента, это, честно говоря, не очень валидный выбор. Потому что получится, что, ну там, какая-то ошибка. Да, и все на самом деле, не так уж дарова работает. У кого есть какие-нибудь слова с глупой и без глупой? А. Окей. Можно менять расклад, например. Эй! Да. Оно меняется, тогда бы как так пришла. Еще идеи. И давайте с двух хр. Что-нибудь? А пустую, если. Что? Пустую строгу. Ну, мы проверим, там, вроде бы. Ну, вообще, с нами тестировщики? Да. А-а-а-а. А-а-а. 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 Просит, ну, я могу. А-а-а. Просит 999, я могу. О-кей. Ну. Что? Призав. Призав. А-а-а. Ух. Сейчас, нет. Пустую строчку мы тоже останемся, чтобы все было честно. У нас есть желающие. Пустоя, спасибо. Какие-то слова. Так? Еще дуал шоу не купишь. Ага, а, посмотрим, что у нас с кассом. У нас много... У нас много тестировщиков, да? У нас есть? У нас много тестировщиков, да? А-а-а. Ай-яй-яй-яй-яй, стойте, 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 также мы можем останавливаться на что-то не нравится, а среди нас перспециалисты и что-то нам же длём и не нравится. Вот. Погнали. Так как это исторически сложилось, что у нас только стоят как поездок из тех местах, когда уже происходит какой-то стейтный экшен, мы можем переключиться на консольку и смотреть, что она пишет или не пишет. Роза, Лира, Коза нет, пропелл нет и Фреза. А у Грозы нет, у Грозы не задержит убоя. И в итоге... Сейчас мы увидим. Ой, как интересно. Это всё можно посмотреть. Что? Добавить какие-то разные шлоки? А я добавляю. Действительно. Как мы его добавили? И в фраз. Ещё одну вот эту. Ай. Вот. Не напрягаемся и не усложняем. На самом деле, если мы добавим ай, вот как было предложено, нам и или. Если мы добавим и, получится, о, играться. Меня просто просили побольше экшенов. Вот. Окей. Вам кажется это экшеном? Если нет, помогите. Что? Это и. Да, это и. И. Там две идеи. Сейчас мы выясним. Ну, только что предложила. Варфер предложила в руку. И. И, соответственно, тут придётся. Вот это мне никогда не нравилось. Придётся задово писать вот эту длинную часть. Элемент contains. Здесь. Да? Эм. Здесь буквочка ПИ. Чуть случайно не случилась. И вот, ну, только Э. Эм. Предлагаю оборвить и делать прям прогон. Смотрим. Ну. Что предошло? Ничего не надо делать? Ну, мыши что-то было и маленькое. И тоже. И маленькое и большое. А его можно проверить, как вылечить сиропиками, проверить такое слово? Вести так вам и внимание, как и большая. А ведь верно. Сейчас у нас что-то вот тут написали. Сейчас у нас будет эм. 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 Мне нравится жить это в своих программах, потому что на самом деле эти штуки забываются, и потом где-нибудь в дебаге пользуются, не в дебаге, а пользуются на самой большой границе страничке. Это просто всегда весело. Ну, именно вам и ненадолго. Эй, смотрим. Кто не боялся? Но тем самым мы поняли, что двойное И, что на самом деле экологическое И, да? То есть, проверяя, что элемент содержит одновременно и маленькую, и большую R, если мы хотим исключить и те, и те мили буквы R, то мы делаем или. Ну, если мы помним логические переменные Джарби, логическое в таком сравнении двойное И или две, как они называются, две отвесных палочки. А кто смеялся, тот не молодец. Смотрим. Эй! По-хорошему вот эти вот элементы у нас удалились списки выгодных лазун и казун. И... куда же делся пробельчик? Что? Может, он последний? Да. Его не видно. А как проверить последний пробельчик или последний? Эй! Типа! В конце просто что-нибудь приводить. То есть, да? Повести еще что-нибудь, с какими словами. Тогда мы проведем по цене. Точно, точно! Смотрите, угрозу то он удалил. А давайте в конце и прям в конце. Какие вообще не даем вам никакого права это состояние? Да? Сейчас могли бы подсказать, где будет действительно конец, потому что когда так замысловатый пишешь программу, где конец не ясно, потому что внизу как раз у тебя самые методы, которые ты используешь и поделал. Вот почему по умолчанию протеки это не напринято? Потому что вообще в обычной жизни пользуем 3PLM как удобней. Что здесь напишем? Точно. Ребята. Я не имею дело. Погнали. О, молодцы! Тестировки среди нас молодцы. Вот. Вот. Мне кажется, единственный минус всего нашего сегодняшнего экшена, то, что тема эксепшенов неизвещена красивой. Этот неловкий момент. Что? Образивный шейфчик, в чем ошибка? Почему класс не в конце ходит? Почему класс не в конце ходит? Ну, то есть, если мы хотим обладать программу, не стоит спасать весь вселенский код. Надо работать над темно, тем работать. Ну, это тоже известная ошибка мячка из серии, где сначала все-все пофикшу, а потом свое напишу. Ну, и в общем, вотальные праздники и ночи будут потратены на свое, а в то время на чужое. Вот. Вот именно получился валидный рабочий класс, который ни со что не пройдет в валидацию в коде, потому что мы добавляли себя под собственным трешем. Порадовали жизнь. Да? Да. Вот. А сейчас на этой прекрасной ноте мы с вами... О! Вот он! Вот он! Вот он! А сейчас я... Если это чудо действительно пользует exception, мы посмотрим, зачем он его использует. Вот так мы перескочили, взяли и перескочили с одного класса на другой. Вот. И даже не очень внимательно смотря, что он там какого-то делает. Если вы говорите, что это не exception и ничего не упадет, будет вообще очень обидно. Но! Нам повезло! Сомнительная радость, честно говоря. И мы увидели, что приезжали... Да, кстати! Кто пользовался вам приоритом, вы здесь возможно. Теперь мы становимся понятным, в чем проблема. Ребят, мы первой стручкой используем чтение и консоли, а их консоли-то мы не читаем. Это был лобкий момент. Поэтому, на самом деле, нам не нужен совсем exception, всю эту строчку можно убилить, и наша программа продолжается работать точно так же. Та-а-а! Вот и нет. Потому что, по непонятной причине, она падает из нашего совершенно трюксместно. Нет, серьезно, червайка, устроенный проект, походу, есть внутренняя завязка в коде. Ну, то есть, плагина, минимум, генерированная. Вот! Смотрите. И если у всех остальных классов все хорошо, это правильный проект. Короче, это основное создание проекта, походу, не связано. Вот. Я обычно ручками все так делаю. Само обходилось я. Вот. А теперь возьмем новую строчку. Мы проверим, что там чуть-чуть портлось. Всегда так делаем, кстати. Это удаление какую-то ненужную строчку, которая вообще была заментирована за 20 лет. Мы ее углалили. Очень часто получается, что вся программа ловается напрочь. Потому что что? Потому что не надо трогать то, что изначально работало. Основные правила. Какие они? Вот. Ну, и есть такая шутка, что из серии. В основном, где сходит солнце? На востоке. Ну, вы не трогайте. Вот. Так и будет. Вот. А теперь говорим про exception. Ну, потому что нам удалось загладить программу. И мы наконец нашли место, где они действительно были нужны. Вот глобальному классу мы удалили оборотку исключительных ситуаций. И Джаба недовольна. Дальше с этим классом мы работать не можем, потому что нам подсветились ошибки. Ошибки идентичны в разных местах. Это места, где мы читаем строчки с концом. Смотрим, что с этим можно делать. Так. У нас вот такой вот наш любимый значок. И он рассказывает все эти вещи, которые ему кажется больным, используя в данной ситуации. Как правило, по крайней мере, всегда работа в неделю же идея. Довольно думчиво подсказывать, что ему делать. И бонусно, что вот то самое предложение, о котором мы говорили в самом начале. Мы можем окружить наш ход в проект вечером. Посмотрим, как это будет. Эй, ладно, у меня была строчка, осталась вот такая красота. Да? Это то, что генеритика умолчания, это то, что генеритика и средой. Сейчас наш ход говорит о том, что давайте попробуем считать из бутера, да? И если считывание что-то будет не так, напечатаем весь хэк трейс. Это как раз то самое, что мы видим, когда нам нападает ошибка. Вся необходимая нам информация. Что делать с обычным? Зависит от ситуации. Вот тут надо как-то самим решать, чего мы хотим. Сейчас мы используем system outpred bled и я использую прям при вас, вот так вот делаю, чего я ни в том случае не знаю, делать в реальном ходе. Почему? Вывод на консоль отбирает ресурсы на самом деле и не очень хорошо параллелится. Поэтому везде входит в последующем. Мы используем логеры. Есть библиотеки, они называются логеры и мы там используем какую-нибудь комбинацию серии log4j.outen, например. Сейчас нас все полностью устраивает и до определенного момента даже в наших микрошках мы пишем system outpred bled и выводим его на консольку и все это смотрим. Дополнительно это можно настроить, что будет выводиться и блок тоже. И здесь пишем, что ну, например. в дневне. Да? Здесь мы пишем какую-то информацию. Давайте посмотрим, что произойдет. Кстати, завод в том, что… Молния. Ну и вообще-то есть какая-нибудь критика на подсчет? А что он выглядит? Да. Да. Вот в том-то и дело, что если нечего было читать или как-то не валит, а пошло, то в нашем инцентре будет грязной рубль. Ну и ладно. Ну, в общем. Для чего я это пишу и почему именно так, да? Не очень валитая ситуация, я согласна, но мне нравится вообще идея… какая? Идея того, что мы добавляем в нашу информацию параметры. Да? То есть вот здесь мы скажем, что это будет речь. Я согласна, что в данном примерном случае это не суперманинвалидно, но зато так и должно быть. То есть если вы что-то выводите на консоль, сделайте так, чтобы это было читабельно и чтобы в ней был параметр, на котором произошла ошибка, что пошло не так. Мы сейчас это посмотрим, но, честно говоря, в третий могу вводить вполне себе адекватные вещи. Сейчас, 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 проиграйте. Стэк-кровейс, насколько нужно… А, вот я молодец. Насколько нужно с ней куда-то двигаться. Да, я же делала вот так вот, да, а вообще лучше разобраться и делать это как-то более удобно. Вот. К чему я учу тебя? Потому что мы сейчас оборваем все четыре места и запустимся. Посмотрите. У нас сейчас прям сильно приправился в коде. Да, у нас было два слова наверху. И вместо этого мы сейчас вот прям ухо подрелись. Хотя о регенерации все дела. Я себя особо упомленное пока не чувствую. Вот. Вот таким вот образом у нас получилась что-то для того чтобы… Так, что происходит? Ожидание. Ожидание вводов. Такой вот вопрос. На самом деле, я Евчок. Когда мы пишем программу, надо очень надумчиво читать условия или разговаривать заказчикам о том, чему он хочет. Потому что если мы берем внимание, мы здесь увидим, что имя у нас в строчке, а все остальные параметры — это ины. Насколько я вижу, в программе это уже названы не игры. Это означает просто, что когда мы живем в Джавараши, данное домашнее состояние не пройдет. Я не знаю, насколько это прошло или нет. Это же можно включать ввода. Вводим уже в строк. Вводим уже в строк, но в последующем мы ее... Вот смотрите. Вот мы ее ввели, да? И это всегда строчка. Но... Как... Сейчас. А, там H1 — это была... А, я тоже в парсе. Все, поняла. То есть парсинг происходит не в самом начале сразу. То есть по-хорошему мы можем ввести строчку, и наша программа сразу рассчитает. То есть если... Ну вот это значение мы поняли, а парсинг может отработать. Все, поняла. И на выводе будет тогда H1. Ладно. Смотрим. Сейчас. Смотрим. Смотрим. А что нам для того, чтобы нам выйти из... Смотрим. 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 Сейчас одну секунду. Смотрим. А, пока не введется значение труб. Пока что не станет? Угу. Смотрим. 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 Просто труб? Нет. Смотрим. Смотрим. Пока не введется... Что? Что-то другое. Сейчас. Смотрим. Ну, что... Смотрим. Ну, кроме времени мы не очень многие умеем вводить их, ничем-то. Ну, приятное угадательство, но мне кажется... Здесь нет никакого брейка. Почему? А почему нельзя? Если бы у меня вводят из... Пуста, то брейк. А, сейчас у нас еще где? И флейк. Заманула, послеза, строчка. Ага. Вот сейчас. Эй! Кот по имени труб. Вот это боль. Это я понимаю. О, вот. Пуста и юбилей вот эту пустую крочку. И все получилось. Вот. Сейчас. Каким образом нам... Вот этот год довольно популярный тип эксепшена. Инкут-Алткут эксепшен. На него можно почитать. Это ошибка ввода-вывода. И... Например, здесь ввод производят за их консолью. Мы довольно думаем, что мы пишем в свою очередь. А по-хорошему, этот ввод может читаться в файл. Да? И в файле, например, какие-то криптованные вещи. И не воспринимают это как строчки и не имеют никакой лицо. И все. У нас Инкут-Алткут эксепшен. Ну, и файл можно и не найти. И тогда файл. Инкут-Эксепшен. Ну, то есть в какой-то другой тип эксепшен выводится. Вот. То есть мы написали простую ситуацию, где мы подготовили себя к неполивному случаю ввода данного. Это довольно... Это и есть хорошее и стильное описание от кода. И тем самым мы обезопасиваем себя от массы и массы проблем. Вот. Особенно, когда мы вводим параметризованные... Мы можем прямо из середины взять, разбить на части, и все равно все будет хорошо. Вот. Если мы вводим параметризованные сообщения, то оно не совсем хорошо. Потому что его очень легко искать в коде. И видно, в чем ошибка. Потому что выведется вот такая вот самая вещь, которая не сумела распасть. Да? И которая не сумела превратиться в выбор. Да. А давайте... Input out. Сейчас. Одну секунду. Что произойдет? У кого есть какие идеи? Что произойдет, если мы сейчас вводим вводить? Введем. У нас будет где-то в работе с общей сферами. Да. У нас будет где-то в работе с общей сферами. Не общество. Все же. Ага. Угу. Угу. Собственно, на моменте ввода у нас вырвается вот эта вот тема, которая... Пасик. Сам Пасик. Смотрим. Ну, то есть он дальше вам расскажет, где внутри джаун, библиотеки, Пасик, что вам не понравилось, да? Но попадет он вот на этом месте. Мы показываем, что вот эта вот штука не будет гречена, наверное. Вот что Паска, что он там. Мы можем встать на дебаг и вот эту штуку. Вот. Комплексы сюда. Эйдж-тву. И можно залезть внутрь кода. Ну, на самом деле, для его хоть не надо, вот его вам будет делать срочно. Вот. И мне удалось распарсить наше значение и превратить его в обыд. О чем вы нам собственно и сказали? Вот. Это такие бонусные внутренние фразы. Суперчай. Вот. Как-то так. Сейчас давайте быстренько пробежимся по Good Good Style. На самом деле, если мы думчиво смотрим на то, что мы пишем на Java Russia, у вас уже есть нормальное представление о том, как будет выглядеть хороший плод. Сейчас мы можем открыть лекцию Тема. Он постировщик и он как раз провел исследование того, как пишут в корпус постировщики и в чем проблема как раз именно в ходе, который на самом деле никакой образом не проверяется как президент. Да, вот так. Может, например, это у нас нет. Вот. Сейчас. Как происходит? Если мы и девелторы, то за нашим кодом двигает масса людей. У нас есть код репутылы. Мы смотрим друг у друга код. Мы не можем загружить код в общий проект, если кто-то другой не посмотрел. Почему? Потому что с этим кодом работают всем остальным и девелторы очень думчиво относятся к этому коду. Тестирование немножко иначе. Там, принципиально, как работает конкретно сейчас и быстро, как депилит тест, как он быстро сделан. То есть, если мы пойдем в аквартизацию тестирования, где по-хорошему мы воспользуем те же вещи, которые мы сегодня обсудили. То есть, честно, того базового уровня и Java Russia до восьмого-девятого урока нам достаточно для того, чтобы начать свою карьеру в аквартизации тестирования на Java и не чувствовать себя комфортно. Нам еще понадобится посмотреть web, нам понадобится посмотреть Silirium WebDriver, но по-хорошему мы со стороны Java более или менее готовы и даже готовы к написанию действительно нового кода. Но со стороны тестирования возникают другие проблемы, гораздо меньше именно review кода, проверок и так далее. И поэтому в Яндексе, в частности, встала такая проблема относительно review кода и относительно того, боже мой, что творят все очень конкретно. То есть, если вы теряете, например, какие есть метки, есть метки и есть на самом деле наказания за это какие-то, наверное, через боль, то тестирование это не так. И часто мы делаем то, что хотим. Тёма, собственно, рисовала жуткие картинки. Эти картинки рассказывала и писала так далее. Но, в общем, здесь мы будем говорить и о том, насколько сложный код не стоит писать. То, что мы с вами посмотрели, код должен быть читаемым и программом. Да? Очень приветствую. Сейчас на примере науканса разберём те хорошие вещи, которые здесь уже на песне, и которые стоит предъявить. Вот. У нас с Java очень хорошо всё разделено самостоятельно. То есть, весь день под библиотечек. Но если вы видите наверх, то часто спрятано, его не особо это видно. Вот у нас Java.Doc. Если мы видим не два слуша, а слэш-звёздочка, заканчивающейся звёздочкой слушал, это Java.Doc. В чём бонус такого типа комментариев? Это комментарий. Он подключен серым. Он исполнятся другими. Он не воспринимается компилятором как код. И он пропускается мимо. Да? Это исключительно. Мы друг для друга делаем. И вот такой вот код так сделан. Да? То есть, если мы заключаем вот такие рамки, автоматически после написания всей программы мы можем нажать кнопочку сгенерить Java.Doc. И все эти штуки попадут в нашу документацию. Это бонусно, потому что никто не любит писать техническую документацию. И вы тоже не любите, поверьте мне. То есть, если вам сейчас даже что-то любите, в общем, значит, вы очень исключительный человек. И это большая редкость. Особенно девелопы. Прямо редкость, редкость. Значит, Java.Doc. Java.Doc. приветствуется в тех местах, где есть какая-то логика сложная. Если у вас не автоматический метод, который не интуитивно понятно что ты считает, добавляйте Java.Doc. У нас очень хорошее форматирование мы здесь видим. Да? И, собственно, его придерживаемся. И среда разработки тоже старается для вас. То есть, каждый раз, когда мы делаем какой-то перенос, да? То есть, если мы, не знаю, вот здесь делаем перенос, то у вас ход не приклеился к началу странички. Он, собственно, остался внутри того края, то есть его прям видно, где вы начинаете, где заканчивается блок. Вот. Так должно впоследствии выйти. То есть, вот эта блочная архитектура, она реально очень полезна и хороша. Сейчас. Одну секунду. И вот, вот, вот. Чтобы можно было рассказывать, по какой строчке и что там прямо написано. Вот у нас есть цикл, да? И тоже видно, где он начинается и где он закончится. Это будет видно по окончании цикла. Да? Вот оно окончание цикла и методы, которые мы в последствии были таким удобным. То есть, частенько приходится, когда берете чужого, перед тем, как действительно девелопер, взять и обработать все. Только в таком случае вам понятно, что все кавычки открывающиеся, закрываются, что основной метод не захватывает методы дополнительные. То есть, можно это получить, потому что они внутри и область виденности меняются. И воспринимаются, собственно, иначе. Вот. Что еще из хорошего мы здесь видим? Если у вас короткий И, то есть, в случае, когда ситуация, надо сделать какое-то простое действие, мы пишем этот И в строчку. Не так, как мы привыкли. То есть, длины, если внутри было какое-то довольно хитрое условие. Ну, вот, сейчас можно сказать, что он длинный, да? То есть, его можно вот так вот принести в одну строчку, и все будет довольно просто, да? Дальше. Трайк, как вы видели, авто изменирился, уже сразу удобно просиливать дома, да? То есть, все видно. Привыкаем к нему, потому что, на самом деле, вот сейчас код замусорился, нет? Стало сложнее читать, больше строчек кода, и больше по ходу не очень сильно по тоннелю. То есть, вот сюда мы попадем вдруг в плохую ситуацию. Читать довольно сложно, правда? То есть, раньше мы шли, у нас были просто вот эти вот методы, типа, вычислим это, вычислим это, вычислим это, и вот это, да? А теперь у вас много-много грамков, читать стало сложнее. Вот. Ну, такая плата. Плата за будущее спокойствие, когда вы все это начнете использовать. Дальше. Читабельность методов. От того, как вы их назовете, реально зависит, как от того, что лодка плывет. Почему? Потому что, если вы зайдете на Stack Overflow или другие общие сайты, где подсказываются ответы на вопросы, то там вы можете задать вопрос, как создать валины, или почему мой клон не работает, или еще чего-нибудь. Там все методы, которые вам предложат ребята-профессионалы, не будут иметь читаемых названий, это вообще стандартная практика, если ты просто накидываешь какую-то информацию нерабочую, ну, подсказываешь какому-то коленю, да? Они всегда называются S, M, P, N, F2, F15 и F8, да? Что считает этот метод? В принципе, никогда никто не поймет. То есть вообще, опять же, в организации тестирования в Java-девелопнике особенно кинроскозном мы можем увидеть километровые названия, просто потому, что там человек написал все, что делает этот метод. Есть несколько путей. Либо мы честно пишем вот это километровое название, сокращая, ну, как бы, не сокращая слова, а очень вдумчиво над ними соображая. То есть, честно, частная ревью кода заканчивается тем, что ты обозвал свои методы неадекватные, и человек может прописать название этих методов. То есть, код твой достоин, да, все нормально с ним, а вот методы никому не нравятся, как ты их назвал. Вот. У меня, например, нет божественного привязанности ла идеального названия метода в назывании, и поэтому меня постоянно с этим заворачивают. обозвольшь нормальным механизмом. Вот. Соответственно, здесь все очень читательно и очень понятно, да. То есть, мы видим, что данный метод возьмет и отвечает там весь список. Если мы хотим создать что-то, что там будет принимать список, или мы, соответственно, называем таким вот способом. Читабельность метода тем хороша. То есть, в принципе, где-то вот здесь, вот внизу у нас описаны все методы, а здесь мы хотим использовать наш вот этот круг. Видим, что происходит? Все эти методы, которые мы написали, попадают нам в строке, и мы можем их использовать по названию. Вот. Вот такого рода информация. Соответственно, зажимаем контент, переходим, и мы видим, что там за код. Да? Нажав на агент, мы видим, где он используется. Он просвечивается синим, и мы можем на него переходить, и, соответственно, смотреть, где он есть, и потом используется. Вот. То есть, среда разработки радует тем, что вот эта вот обратная совместимость в разные стороны, и мы можем использовать кодской крем. И нам готовы. Вот. Собственно, буду лучше читать, и реализуем сами. И, опять же, ну, собственно, вас очень весело выдают все ваши С, Н, М и П. Это просто означает, что вы попасть на них за такой отлов. Все очень просто. И имени, адекватные типы коллекции и так далее тоже нравится. Вот. На самом деле, несмотря на то, что у нас еще недели, вот, но легче было тяжелое. Так что давайте голосуем. Мы хотим что-то еще посмотреть, мы уже устали. Или, может быть, у кого-то есть какие-то задачки, которые надо делать. Что? Что? Ну, если та же задачка, что почему-то русский не печатается. Ага. Она одна к собой? Да. Это самая. А можно еще маленький вопрос? Так. Так. Большую букву. Да? Это принципиальный момент. Так должно быть. Переменная у нас называется маленькая букля. А константы – капсловка. То есть, вот здесь мы видим штуку, которая массив и почему-то капсловка. Это не малидные, например. Да? То есть, по-хорошему, все массивы – это переменные. Да? И, то есть, никуда такие делали. Если, наверное, нам хочется что-нибудь поменять, у нас фактор, наверное, есть. Сейчас. Вот. Вот. Принеменные должны быть. Начинаться всегда с маленькой буквы. И дальше там укейс. Да? Все остальные слова. Мы приклеиваем т, офф, например, было бы с большой буквы и так далее. То есть, там укейс. Вот такого типа. Какой-то рейлист. Это просто рейлист. Пример, да? То есть, есть в джайве, точно есть, вот эти вот договоренности, да, что у нас классы всегда с большей буквы. У нас, ну, с объектами нам никто не даст играться. Они джоба будут встроены. Хочешь, хочешь, а рейлист написано всегда вот так. Объекты точно также с большей буквы. Переменные с маленькой. Константы, например, если бы у нас было год рождения этой кошки, например, да? Или что-то еще. И она была константной, например. То тогда это был как обслоксика. Собственно, это такие внутренние договоренности. Если мы их используем, то очень здорово, что ты смотришь на обслочную. Это вот константы. Это точно, потому что такая договоренность все в афинду. Вот. Насколько валидно использовать одинаковые названия? Да, как это? Ну да, кажется просто дико как-то. Вот. Привыкаю, потому что на самом деле это довольно типично, это очень сильно распространено. И неудобно до того момента, когда не уложится в голове договоренность, да? То есть как только мы видим с большой буквы, мы понимаем, что это класс, с маленькой буквы это переменная век. Поэтому мне, например, это не режет глаз. Хотя вот достаточно интересное замечание. На самом деле это, наверное, каким-то образом мешает. И еще посмотрим, мы как-то с вами разговаривали по поводу конструктора. Вот здесь мы видим как раз конструктор. Только конструктор – это класс, который обязан называться ровно так же, как наш основной главный класс. Класс Кэт. Да? Посмотрите. Вот это класс Кэт. Да? Мы его инициализируем, создаем, и он может соседствовать внутри этого файла, как из нейного. Да? И вот здесь мы видим у конструктора. Он обязан быть одноименным. В нем нет, как мы видим, ни бабли, кстати, класса, ничего этого нет. Это конкретная, специфическая, для отжавы, особенность под названием конструктора. Она очень клевая, здоровая, удобная. Потому что конструктор вы можете говорить много разных. Они всегда будут называться с большой буквы. Окей? Например. Вот мы сейчас с вами сделаем еще один конструктор. Что он будет означать? Что можно тогда, например, создавать исключительно по главному имени. Вот такая вот штука. То есть теперь у нас есть откуда-нибудь извне. Мы можем вызывать откуда-нибудь извне. Вот здесь, например. Вот видите? Мы здесь назвали татапы. Нам надо запихнуть 4 параметры. Да? С той стукой, которую мы создали, мы сейчас сделаем все то же самое. Но здесь напишем «ны». Сейчас. Мы сейчас будем задавать. К2. Видите? Здравствуйте. Немалитные перемены. Соответственно. Новый объект. Это бонус конструктор. Мы можем передавать разное количество переменок. Но опять же думаем головой. То есть если в нашей базе данных, которые мы создаем по имени, как неожиданно появляется, мы либо ставим в строчку и там все упадет дальше и никак не обрабатывает, то это будет наше дело. Ну, в общем. В этом бонус конструктор. Что? Что никак. Броссерый. Что? Что никак. Броссерый. Да. Отличный вопрос. Потому что он нигде еще не пользуется. То есть это всегда разоруги подсказывает вам, что он не работает. Потому что у вас создан объект, который еще никому не интересен. То есть если мы сейчас сделаем вот такую вот штуку. Вот так добавляется код. Да? Нет. У нас есть какая-то переменная, которая делает наверху, кто-то делает брова под лоб. В общем, эта наборка очень разращающая штука. Потому что вот нам все подсказалось. Иногда мы знаем лучше, чем даже мы сами. Вот. Чего мы на самом деле хотим. Да? Вот. Все время наоборот мы отключаем. А что вы отключили туда? Вот. Все очень просто. Мы сжимаем Ctrl на остальных ноутбуках. На Mac Command. И смотрим, куда он нас приведет. И мы приводим сюда. Это мы приняли с доземного эстематики. Нажимаем на него. И смотрим, появились синие места, где G1, а там, где G1 пользуется. То есть у вас вот этот все обрабатыватель совместимый исход, где G1 хорошо описывает. Что-то все вообще поскучнели. Расстроились. Вот. Давайте какое-нибудь такое небольшое подытожим меня, наверное, в этом месте. Да? Что вообще произошло? Как мы будем жить дальше? И что будет происходить? Да? То есть сейчас у нас есть некая база и есть некая теоретическая инфа. Кто-то видел все лекции, кто-то не все лекции видел. И так далее. Кто-то в Java Russia продлинулся, кто-то еще не открывал. В общем, для того, чтобы нам продолжить дальше, нам надо вырабатывать по уровню. То есть нам надо какие уровни, а какие. Всегда есть вопросы. Да? Если вопросов нет, значит скорее все уже там обрабатывают дзену на 20-ом уровне Java Russia и так далее. Вот. То есть на данный момент по набору лекций мы вполне можем, как я уже говорила, занять на фронтизации тестирования и начать писать простые программы. Можем писать код для каких-то олимпиадных задачек или общить какую-то математику. Если мы еще раз вернемся, посмотрим все эти видео, которые героически писали с Олегом. Вот. Или пройдет Java Russia. Да? До вот этого 8-9 уровня дальше не надо. И задавая вопросы, просто очень бонкну, что я не очень быстро отвечаю на вопросы. Не помню. Зато вы тут очень быстро отвечаете. Поэтому я представляю, это уже молодцы. Отлично все. Здорово. В общем, вам нравится личный какой-то голос. Вот. Итого. Глобально мы обсудили, какие типы бывают переменных, как их создавать, куда их класть, как их хранить, как обрабатывать ресепшн, как красиво писать код и как его отложить. Да? Где это смотреть? Все это можно видеть на наших видосиках. Собрались. Угольный кулак и арендант жару разработчик. Вот. А это мы сейчас рассмотрим. Но я так понимаю, это в отдельном, потому что у основного масса все-таки все остановилось, заработало, получилось. Просто все окончательно зевали. Спасибо. Пока.